На территории Славянского района продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которому начато строительство парковых зон в пяти сельских поселениях – Забойском, Анастасиевском, Петровском, Черноярковском и Кировском. Общий объем финансовых вложений составит 92 миллиона рублей. В хуторе Голицын Кировского сельского поселения к строительству большой парковой зоны приступили 1 марта этого года. Поселение стало участником национального проекта «Жилье и городская среда», благодаря которому даже самые отдаленные и малочисленные населенные пункты получают возможность благоустраивать свою территорию, делая ее современной и комфортной для проживания. Сейчас у нас закончились земляные работы, планируют сейчас построить парковку, а завершение работ будет к первому сентября. Стоит отметить, что сейчас большого благоустроенного парка в хуторе Голицын нет и никогда не было. На месте, где сейчас ведется строительство, была только детская площадка и зеленые насаждения. После окончания работ эту территорию, конечно, будет не узнать. На почти трех гектарах разместятся детские спортивные площадки, будут оборудованы зоны отдыха и прогулок, установлено освещение. Одним словом, парк ни в чем не будет уступать городским. Планируется построить детскую площадку, площадку воркаут, спортивных две площадки, волейбол, баскетбол, скейт-парк. Главная площадь будет для проведения мероприятий, дорожки, освещение, лавочки. Стоимость проекта около 15 миллионов рублей. Финансирование ведется из федерального, регионального и местного бюджетов. Жители, конечно, рады таким положительным изменениям и ждут, не дождутся, когда же откроется парк. Хорошо будет, если что-то будет новенькое. Да, конечно, довольны для детей своих. Ждем, да. Пока новый парк строится, в администрации поселения думают уже о будущих проектах. Недалеко от парковой зоны планируют построить спортивный многофункциональный центр, а также войти в программу и сделать стадион. Сейчас готовится вся необходимая документация. Это пока только планы, но есть объекты, которые уже утверждены. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в хуторе Беликов в 2023 году приступят к строительству нового современного парка. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».